Запустим по сотрудникам. Заполним ее таким образом и отправим. Если помните, из предыдущих уроков у нас по схеме Диана это руководитель Ренат, и поэтому у нас бизнес-процесс отработал отлично и отправил на утверждение заявку по адресу. Видите, что у нас здесь статус вводится, тот, который мы же с вами и настроили. Посмотрим под руководителем. В живой ленте появилось у нас здесь задание бизнес-процесса, утверждение документа, заявка на сумму 15000 от пользователя до Ренаты и описание. Довольно-таки информативно у нас получилось здесь организовать процесс. Родитель должен сразу в общем-то понять, что у нас здесь происходит. У нас есть кнопка «Приступить». появляется всплывающее окошко с возможностью либо утвердить, либо отклонить. Давайте утвердим, порадуем Ренату новым стулом. Обновимся под Ренатой. Мы видим, что информация о бизнес-процессе у нас завершен, что он одобрен, что у нас есть уведомление, что у нас заявка одобрена. Поздравляем. Вообще-то все отработало так, как мы хотели. Давайте посмотрим на историю исполнения этого бизнес-процесса. Таблички у нас здесь есть, как колонка «Бизнес-процессы» и в этой ссылочке можно попасть на журнал, на лог, что здесь происходило по этому бизнес-процессу. Видите, у нас здесь даже есть три записи. Я объясню, оттуда не взялись действия согласования, автоматом их здесь у нас пишет. И вот то, что сюда пишется, мы на это можем влиять, можем добавлять сюда свои записи. А также мы можем влиять на то, как выглядит вот этот вот текстовый статус. Завершен ли что здесь будет написано. Давайте сделаем небольшие доработки бизнес-процесса. Лог мы можем использовать как для информирования пользователей, которые в дальнейшем могут его открыть и посмотреть, чтобы рассветить его по бизнес-процессу, так и для себя, как разработчик, чтобы понимать, как именно у нас движется бизнес-процесс. Давайте перейду к примеру. Например, мы определили утверждающего. Можем записать это в лог здесь сразу. Это есть специальное действие. Запись в отчет. Давайте тогда как и напишем. И сделаем для себя тоже записи в логе по цепочкам. У нас получилось успешное утверждение или нет. Текстовый статус, который у нас появляется в виде ссылочки, на которые мы переходили в журнал, еще в системе, который был у нас в конце, в живой ленте, мы можем влиять в специальном действии. Установить текст статуса. Давайте посмотрим, как работают наши изменения. Я запущу бизнес-процесс по тому же самому объекту. Видите, у нас сейчас идет утверждение руководителя. Тот же самый текстовый статус, который отображается у нас и в живой ленте. Вот он здесь же. Посмотрим под руководителем. Видите, теперь у нас появилась заявка «Одобрено». Это тот самый текстовый статус, который мы с вами установили уже действием. Раньше это был просто завершен статус такой. Если мы посмотрим в списке, мы также видим этот текстовый статус. Очень хорошо его задавать в наших бизнес-процессах, чтобы было понятнее, да, не просто использовать какие-то стандартные. Давайте теперь перейдем в лог. Видите, что у нас теперь здесь появились и наши записи. Мы определили утверждающего. Да, я использовал не очень правильный вид перемены, не преобразовал ее к тексту, поэтому здесь выводится такой не очень читаемый айдишник. Запись в отчет, что у нас заявку утвердил. Да, таким образом можно формировать для себя лог, и работать с тем, как у нас бизнес-процесс работает, проходит ветки или что в нем происходит, чтобы понимать и разбираться, когда он работает не так, как нам необходимо.